Ипотерапия – это новое слово в лечении многих болезней, перед которыми официальная медицина зачастую опускает руки. Это часто удивляет и восхищает, что верховая прогулка может со временем помочь пациентам с детским церебральным параличом, аутизмом, артеритом, рассеянным склерозом, предчерепно-мозговой травме, оказаться целебной для людей с инсультом, травмами спинного мозга, при поведенческих и психических расстройствах. Ипотерапия – это метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды. Его уникальность заключается в гармоничном сочетании телесно-ориентированных и когнитивных приемов воздействия на психику пациента. Лечебная верховая езда в целом оказывает биомеханическое воздействие на организм человека, укрепляет его. Например, она передает всаднику в двигательные импульсы, аналогичные движениям человека при ходьбе. Когда это физическое отставание, когда ребенок едет на лошади, обязательно непосредственно без седла, потому что лошадь полностью имитирует шаг человека. И ведь ребенок, когда он болеет ДЦП, у него мозг посылает в ноги, в мышцы неправильные сигналы. И именно поэтому он не может ходить. Поэтому у него тонус в мышцах, поэтому у него спастика в мышцах. Когда мы сажаем ребенка на коня, конь, идя, шагая, он передает в мозг здоровые сигналы. И чем дольше ребенок этим занимается, тем больше клеток в мозгу запоминают эти правильные сигналы. И со временем начинают в мышцы подавать правильные сигналы. Занятие в клубе проходит три раза в неделю. Но инструктор по верховой езде еще и индивидуально занимается с каждым ребенком, чтобы подготовить его и раскрепостить. Самый идеальный, конечно, вариант – это через день, три раза в неделю. Мы начинаем сначала, когда сажаем ребенка, начинаем с пяти минут, чтобы ребенок не испугался, чтобы он привык к лошадке, чтобы он познакомился с ней. Ведь очень важно, чтобы ребенок ехал без страха, чтобы он не думал о том, что он едет на лошади. Мы с ним выполняем различные упражнения. То есть у него в мозгах, в голове совсем другие мысли. Мысли о мячике, которые ему сейчас кинут, мысли о веревочке, которую ему нужно передать. То есть о чем угодно, только не о том, что он едет на лошади. Он должен полностью от этого отвлечься. И когда он от этого отвлекается, вот этот самый эффект, он и идет. Амина считает, что для ипотерапии очень важно правильно подобрать лошадь. На своих занятиях по верховой езде инструктор все чаще использует этого красавца по кличке Гром. Этот конь абсолютно безопасен. Я в нем уверена на 100%, что если за забором кто-то выстрелит, он со страху не дернется. Ведь когда ребенок едет, тем более первый раз боясь на лошади, если она его один раз напугает, чем-то он больше не сядет. Поэтому нам очень важно, чтобы конь был очень подготовленный и очень спокойный. И мы с детьми на ипотерапии, допустим, играем в мячик. Когда ребенок сидит на коне, он кидает мячик человеку, который с одной стороны, ловит, передает мячик человеку, который с другой стороны. При этом ведь ребенок же не может каждый раз четко мяч ловить или четко кидать. Бывает, что коню в голову прилетает мячом. Это очень важно, чтобы конь не дернулся при этом. Потому что ведь он, конечно, не побежит, но вот один рывок будет достаточно, чтобы ребенок испугался и больше на коня не сел. Когда родители больного ребенка приводят его сюда, в конный клуб, он приводит его с надеждой на выздоровление. И очень приятно, когда такие ожидания оправдывают себя. До сих пор помню такой случай, когда к нам водили мальчика за ЦП, у него был ужасный тонус в ногах. То есть первое время мы ему очень аккуратно сажали, потому что он не разводил ноги. А ведь нельзя же силу прикладывать, чтобы развести ноги. И мы его начинали вот с шеи, потихоньку сажали на шею, потихоньку, потихоньку, потихоньку. В общем, посадили на коня. Он у нас ездил, он у нас занимался. И мне, знаете, как приятно, когда звонит его мама мне утром и говорит, Амина, представляешь, вот он у меня первую ночь сегодня спал, а у него ножки буквой А были расслабленные. То есть обычно они у него крест-накрест стоят, да, то есть намертво их не развести. А тут он настолько их расслабил, да, что уже как бы вот спал с расслабленными ногами. Прежде чем привести ребенка на занятие, необходимо проконсультироваться с врачом, потому что от ипотерапии при некоторых заболеваниях может быть больше вреда, чем пользы. Ни в коем случае нельзя приводить детей и сажать на лошадь, детей, у которых есть подвывихи бедра. Вот такой момент хотелось бы тоже осветить. Либо какие-то проблемы с позвоночником, с верхней частью позвоночника. То есть если врач вам не назначил занятие ипотерапией, да, то лучше, конечно, не своевольничать, потому что ипотерапия как может как помочь, так и навредить. То есть поэтому вначале, конечно, очень важно проконсультироваться с врачом, чтобы врач посоветовал. Нужно сказать, что верховая езда для нашего народа – это не какое-то новое увлечение, а скорее далеко забытое искусство. Ведь из истории мы знаем, что ингуши всегда славились умением горцевать, а на коня юные джигиты садились чуть ли не с младенчества. А теперь мы знаем, что верховая езда – это еще и лечение.